Всем привет, ребятки, с вами Pixel, мы продолжаем играть в группу Назоним Зуба, и сегодня будем смотреть нового персонажа, это бабуля Руби, да, олень бабуля Руби, попрошу. Вот так этот персонаж, вы сейчас увидите, он экране выглядит, рога, я так понимаю, на магнитах, ну в общем, сейчас отправимся его смотреть, я просто в шоке, ну разрабы такое нарисовали, где, где же это новый персонажик, ну-ка, 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 вот он, как же не лагает-то игра, а что так лагает, а? Можно объяснить, нельзя, понял. Ну, в общем, как всегда, я уже в прошлом каком-то из видео говорил про пассивный, про активный навык, ну, в активный навык это кидается рок-бумеранг, да, ну мы сейчас это все посмотрим в бою, ну и пассивный навык это, тут что-то связанное было с увеличением дальности, увеличением урона и больше урона, если при предел дальности, короче, неважно вообще. Первый бы, действительно, проблемы, сейчас вам не могу рассказать, сам не знаю, что там, там у разрабов какие-то проблемы, которые мне неизвестны, у меня тоже проблемы технические, в общем, у всех проблемы, да, мы будем смотреть персонажи рубить. Сейчас только перед этим откроем буквально капельку сундучков, ох, как не лагает, да, просто нереально, вдруг, ну выпадет на первый уровень. А ну-ка, давай, ну, чисто так, по фанчику открываем, возможно, стоит поставить на паузу и попытаться выбить, у меня все-таки сундучки есть, я, наверное, это сейчас и сделаю, и мы вернемся к просмотру нового персонажа. Итак, ребятки, чудесным образом, последним сундучком за рейтинг, не имею в виду золотым, мне выпадают жетончики, поэтому мы сейчас прокачаем, наверное, на второй уровень, чтобы взять хотя бы один предмет и таким уже составчиком пойдем в бои, посмотрим этого персонажа, на что он способен, да. А на что нет, вы сами все увидите, я вообще без понятия, а нет, ну да, второй уровень качнем, нет, даже третий качаем, ну, в общем, погнали качать. Конечно, сейчас будет веселое занятие, тыкают вот эти кнопочки, которые никак нельзя пропустить, ну, это же так сложно сделать кнопку, прокачать сразу третий уровень, фул, да, прокачать четвертый, это же так сложно, просто одна кнопка, которая сама все прокачает. Действительно, действительно, вещь невероятно сложная, поэтому делать мы ее не будем, подумали разработчики и решили ее. Да, а персонажи новые добавляются, и баланса нет, ну, в общем, ладно, что это я задушиться решил, как всегда, да. Давайте пустанем, ого, ботиночек, будем бегать по воде быстро, что вот плюс два скорости. Ну и вот он, третий уровень, да, давайте же смотреть мощь сил третьего уровня, конечно же, кого же еще мы посмотрим. Так, ну че, вот он слотик, сейчас мы в него что-нибудь возьмем, мне там какие-то предметы попадали, я не знаю вообще какие там, ну, там основном падла, знаете, типа. Инструментиков, трубочки, кофейка, ну, вы понимаете, по стандарте, когда самое полезное падает из того, что может упасть. Поэтому что-нибудь адекватное выберем, наверное, укол адреналина или, о, боже мой, а можно без этого, но обучение, спасибо большое, конечно. Как же ботинок выпал, кстати, ботинок заметьте, да, не выпал, хотел ставить ботинок в нем. В общем, я не знаю, что на пяток персонажа брать, ну, прокачалась. У нас есть укол адреналина, который, наверное, спасет мне один раз, поэтому возьмем его, в принципе, брать здесь, кроме ботинка, наверное, нечего. Но мы пока не вообще непонятно, что это за персонаж, будем, буду вместе с вами смотреть. На него, кстати, доступен скин, за десятый уровень, вот такой вот модный, Руби из пустоши. Бэд Руби, бэд бабуля Руби, да? Ну, ладно, отсылочка к Бэд Мауцерсу, все дела. Ну, в общем, погнали на монстре разваливать, посмотрим, на что он способен. Я, кстати, дорогу лапу проходить не буду, скорее всего, ну, посмотрим. Ладно, где тут этот центральный зоопарк? Что, в соло поедем? Пойдемте в соло, посмотрим на оленя. Я, честно говоря, в шоке от ростравов. Я думал, что-нибудь интересное будет, они оленя выпустили, понимаете? Что-нибудь интересное, это богомол. Возможно, какое-нибудь там интересное животное, да? Но не олень же. А то будет, как в кенгуру, вроде имба, но никому не интересное. Жестко. Это лук, если что. Лук никакого брата, осуждаю. Какой быстрый Каделбина бумеранга, да? А какой урон-то! Ля, просто. А вы видели, мне только что радиус показывало, да? Это что, вы ванове добавили, серьезно? Смотрите, показывает. Воу-воу-воу, какой урон! Какой урон! Какой черепах! Ну, ладно. То есть, теперь показывает легенько радиус, а что-то за радиус такой странный. Ну, копье бобра среднее. А что радиус такой странный? Что это за прикол такой? Я же могу... Вот теперь оно мешает, реально. Клин, какой лук неочеванный. Опа! Ого! О, видали урон! Дедайли стан какой залетел. А что это делает? Дедали-ка. Не, ну это мощь. Это мощно. Что-то не экспрюнул. А ну-ка, вбрать ему не достал. Там какой-то стан накинул. Короче, мне понравилось. В принципе, если мы атрибуты закинем... Норм, да? То, наверное, будет... Блин. Этот предмет, я не знаю, но кто это вообще придумал, а? Кто это мы придумали? Короче, по атрибутам сейчас плоховато, особенно с луком. Мне не очень нравится этот радиус. И вообще, вот это отображение мне дико бесит. Ты вообще можно отключить? Я просто не смотрю на строки. Только что в первый бой зашел. Не, ну, копьёк. Копьёк, как у бобра. Приемлемо. Это вообще без скачанного радиуса. А ну-ка. Просто до свидания, Брюсик. Еще до свидания. Жи, это, кстати, она была с этим. Она успела золотая птичка. А вот нажать не успела. Ты шо, Банда? А в смысле? А это что, по всему оружию работает? А ну-ка. Гляньте, какая-то фигня. По всему оружию работает. Это пассивка, что ли? Который увеличивает урон от дальности? Нимбо. Как они Нимбо? Да вообще, да? То есть это вам и стан и увеличение дальности. Нимбо. Нимбо. Разрабы, как всегда. Как всегда. Один персонаж Нимбо и другого. Блин. Не, я конечно понимаю. То есть, по сути, надо качать дальность. Чтобы нагибать. И больше ничего. Не, ну, перезарядка и дальность, ну, как обычно, да. Но теперь нужно делать акцент на дальность этого персонажа. Слышите? Как он цокает? А ну, на льду будет цок, а что, отправей. Короче, непонятно. Ладно. Ну, я доволен. Нимбо и доволен. С тем, что вот это сейчас стартовые дальности. Правда, я не знаю. А, я понял, что это за штука. До меня дошло. Это там, где бонус урона уже, понимаете, да. То есть, если вы стреляете в противника, который в кругу этом, да, который нормальный, то вы бонус урона не получаете. Если вы стреляете за кругом, вы получаете бонус урона и бонус стан. Ну вот, давайте проверим. Так, ну, вот я кидаю в льва. И стан, и урон, да. А ну, теперь я давайте кину в кругу. Увидели, видели без ничего. То есть, все, определились мы с персонажем. Только вопрос, как бумеран скинуть за дальность круга, это интересно. Ладно, давайте добьем противника. Я отправлю в следующий бой. Хочется проверить командные бои. Блин, от командных боях будет интересно в плане того, что... Он же может так-то контролить огромное количество игроков. Еще тут непонятно, кто приобытный с ним будет. Блин, короче, если все там образумится у разрабов, то и у меня, в принципе, и у меня получится... И у меня получится что-нибудь хорошее замутить. Я, возможно, прорвусь на тестовый сервер. То вот тогда мы с вами, возможно, потестить, но это не точно. Потому что, походу, тестовый сервер RIP, но это не точно тоже. Так, давайте глянем, что-то пробеги тысячи метров, играть один бой. Ой, это мой уровень. Это мое. Просто я обычно, знаете, как делаю, как дорогу лап проходил, я уже на видео снимал, кому интересно, можно найти на канале. Я обычно скипал этапы, то есть, ну, я получал прохождение на следующий этап, выбирал его и играл на нем. Там один-два квеста выполнялась и шел на следующий. И вот так вот проходил. Ладно, подруги лап тоже как-нибудь другой раз. Как это будет время? Ну что, погнали командные бои смотреть? Не сдвинулась. Не сдвинулась. Ладно, погнали смотреть. Рубика. Рубика. Пусть это будет Рубик с доты. Да. Бэт Рубик. Бэт бабуля Рубик. Это получается, если на английском, это Бэт Грэнни... Как там олень? Олень не помню, короче. И Рубик. Бэт Грэнни Рубик. Ладно, не будем. Так, ну сейчас будем разваливать, получается, сквады. Ну смотрите, вот видно, да, докуда дальность выше. Активный навык. Ну опять же, он так работает, странно, что эта дальность, она такая себе. Но урон не... А это что такое? А это что такое? А, это на меня этот... Посадил. Посадил, да. Посадил. Давайте, кстати, проверим, что будет по урону с ботом. С ботом. О, шотнул бота с одной тычки. Не имбо, не имбо. Да, да. Не имбо. Так, а ну-ка отойдем. Шотнул. Офигеть. Офигеть. Я же понимал, только вверх, все дела, мощь и сила, но блин, с одной тычки. С одной тычки. Смотрите. Просто бахаем туда. Бац. Бляжа же держит дистанцию, я забыл. Я забыла очень важный, важный. Так что... О, вот это слабенький урон. Вот это слабенький урон. Как же меня не коробит от этого персонажа. А тебе представьте эту имбу на девятнадцатом уровне, которая будет вас унижать. Представили, да? Угу. Бля, что не легендаро копье? Да, у есть проблемы с тем, что вы как бы, ну... Блин, мне же команда где-то бегать. Я просто сейчас шот на пингвина, понимаете, одним копьем. Чекайте, просто. Чекайте. Шот пингвина. Ладно, не шот. Ну, почти, ну... Хоть кто-нибудь так бы смог сделать, чтобы вот так вот нанести урон пингвину. Играем в командные бои, если что. Ну, тут такие боицы, они понимаете, это обретите. Часто персонажа посмотреть пришел. Ну, слабый персонаж, слабый, да? Блин. Ну, дальность, если прокачать, держать дистанцию, это будет... Да. Если бы еще кто-то стянул, типа, знаете, бака с феромонами. Кстати, бака с феромонами сейчас неплохой вариант, если честно. Так вот, если бы бака с феромонами стянул противника, и вы закинули бы туда бумеранг массовый, или копье туда бы закинули, да? Массовое. Представьте себе, какой это был бы урон. А если бы у вас легендарное копье было? Жесть. Можно сквад шотнуть одной пичкой. Слабенький персонаж, да? Сквад. Это сейчас, понимаете, они добавили персонажа, которые с дальности шоты, да? Ну, с дистанции. То есть, нету дистанции, не шотнешь. А потом мне добавят просто, который будет шотнуть. Одной кнопкой. А че? Ну, когда-нибудь к этому надо притяжно. Супер мбу, которую продать за 100 долларов. Я просто помню. Орла за 70 до сих пор угораю с этого. Причем, это был, знаете, не новый персонаж. Они просто решили его так продавать. Там, кстати, ребятки мне писали подписчики в дискорде, что есть такая механика новая появилась. Скорее всего, в тестном варианте. Это то, что открывается... А че урон слабый стал? Ладно, в общем, открывается сейчас... Ну, можно открывать сундуки. А по акции в сброс, только она не как бы не акция в сброс. Это как бы... Как бы это сказать так-то? Ну, в общем, акция в сброс, которая у вас личная. Если вкратце. Вот такие дела. Так вот, к чему я? Там можно открывать сундуки за гемами. Сброс, какие за гемами? Один, два, три раза. Я, честно сказать, могу вот что. Я тестировал. Там до какой-то суммы доходит вроде 10 тысяч гемов. И дальше не растет. Но это то, если так, на всякий случай вам скажу. Просто, ну вот, да. Такие дела. Выиграй один бой. Ну что же, посмотрим мы сегодня бабулю Руби. Персонаж мне нравится. Очередная не имбат разработчиков. Но из того, что я пока что понял, могу вам сказать то, что геймплей на не знаете как и будет. Во-первых, ботинок и сандалий с этого будут нужны, это 100%. Для чего? Для того, чтобы вы кидали копье. Хотя вопрос, как оно будет работать еще. Ну то есть, в чем я имел в виду сейчас? Вы кидаете копье, находясь вблизи к противнику. Пока копье летит, вы отбегаете от него. На него, ну на копье навешивается бонус от урона от дальности и все. Вроде звучит красиво, да? Но это потестировать еще нам предстоит. Опять же, играть. Пока что можно на персонажи в плане того, что вы нажимаете кинуть копье и сразу отходите от противника в другую сторону. То есть, как это выглядит? Наносит, причем это нужно делать с любым уроном. Не только с тем, ну не только с копьем. То есть, кинули дробовик отбегаете, кинули лук отбегаете. То есть, вообще нельзя думать о ближнем уроне и о ближнем добивании, потому что это потеря-потеря. Но опять же, это нужно всегда будет балансировать, потому что иногда моменты с ближним уроном будет лучше, чем здание. Такие вот дела, скоро будем прокачивать, как всегда. Посмотрим персонажа, прокачаем, как можно быстрее до 12 уровня, чтобы открыть и роботный стинг. И оценить, насколько же это слабая имба. Слабая, слабая. И огромные такие жирные кавычки в окружении слова слабая. Ну, не в окружении слова имба, конечно. На это все. Если видео вам понравилось, то ссылки, подписывайтесь, подписывайтесь, подписывайтесь на комментарии. Не болейте, не скучайте. Не нервничайте, да? Когда вас будет шатать эта имба. Всем пока-пока.